Здравствуйте, дорогие телезрители! Цикл наших передач, посвященных музеям Одинцовского городского округа, мы начинаем с музея Александра Сергеевича Пушкина в Больших Веземах. И сегодня мы находимся в зале, посвященном князю Голицыну. Об этом человеке нам расскажет экскурсовод Алла Анатольевна Корнилова. Здравствуйте, Алла Анатольевна! Здравствуйте! Борис Владимирович Голицын. Это потрясающая личность в истории России. Сын Натальи Петровны Голицыной, которая являлась прообразом пиковой дамы в одноименном произведении Александра Сергеевича Пушкина. Пиковая дама. Это был старший сын. Он был хозяином, владельцем этой усадьбы. И маленький Александр Сергеевич Пушкин, будучи ребенком, приезжал сюда, любовался нашим Борисом Владимировичем и восхищался им, потому что Борис Владимирович получил прекрасное образование. Он великолепно играл на скрипке. Закончил школу парижских инженеров вместе с своим младшим братом. Эту школу годом раньше закончил сам Наполеон. Когда он вернулся в Россию, он обратил внимание, что в России все о францужина. И он стал бороться с этим. Он создал клуб и журнал любителей русского слова. Пушкин опять же восхищался. И когда Пушкин был здесь, здесь, в Веземах, он пользовался библиотекой, которую князь Голицын собирал с измальства. И самое удивительное, что когда Александр Сергеевич уже вырос и стал знаменитым поэтом, именно вот наш музей так думает, именно он прослыл прообразом Ленского в романе, в стихах Евгений Онегин. Про образ внешности или привычки. И внешности, и привычки. Пушкин о нем пишет так, и это очень похоже. Обратите внимание на портреты Бориса Владимировича. Красавец в полном цвете лет. Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез ученности и плоды. Вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный. Всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Это прям про него получалось? Прямо точечка в точечку. И черные кудри. Да, да, да. И еще Пушкин восхищался мужеством. Потому что когда наступила война 12-го года, Пушкин в это время был в лицее. Они провожали полки. Они видели, патриотизм горел в душах лицеистов. И наш Борис Владимирович подал прошение на имя царя Александра I. Но не дождавшись высочайшего приказа, ринулся в бой. Сколько лет ему было на тот момент? 38 лет. Совсем молоденький. Совсем молоденький. И он получает тяжелейшее ранение на Бородинском сражении. Вы знаете, что это было самое кровопролитное сражение. Подречиваясь, он догоняет наши войска в Вильно. Но там от полученных ран он скончался. Его не смогли спасти. Его не смогли спасти. И что удивительно, перед смертью он сказал, похороните меня, либо сидя, либо стоя. Почему? Я не могу лежать в земле, когда враг топчет нашу землю. То есть он был таким ярым патриотом. Патриотом, патриотом. До конца своих дней. Да, да, да. Вместе с братом Дмитрием Владимировичем. Это именно цвет нашей русской культуры. И не зря Александр Сергеевич приезжал сюда. То есть бабушке спасибо. Она не зря выбрала местечко Захарова, которое находится рядышком. Пешком ходили из Захарова в Веземы. И бабушка все рассказывала. И тут воочию он все это видел. Он беседовал с ними. И тоже пропитывался этим духом. Пропитывался литературным духом. Духом патриотизма. Ведь Пушкин пишет, опять же, края Москвы. Это описывая эти места. Веземы, края Москвы, края родные. Где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. И про Бориса Владимировича. А вы их видели? Врагов мои отчизны. И вас вагрила кровь. И пламень пожигал. Но в жертву не принес ни мщенья ве, ни жизни. Отще. Лишь гневом дух пылал. Вот такие интересные люди окружали нашего Александра Сергеевича Пушкина. А семья у князя была? Или это? Семья? Борис Владимирович не успел. Он просто был еще... Как обычно творческие, такие деятельные люди, им некогда заниматься. Некогда. Но он был безумно влюблен, безумно влюблен в цыганку. В цыганку? Да, в цыганку, которая родила ему двух деток. Наталья Петровна, мама Бориса Владимировича, даже слышать об этом не хотела. Не принимала, потому что она цыганка и без рода. А Наталья Петровна-то обчтела фамилию Голицыных. Надо подумать, такое воспитание. Но этих девочек после гибели Бориса Владимировича воспитывал его младший брат Дмитрий Владимирович, своей очаровательной супругой Татьяной Васильевной Васильевичей, как родных. И потом удачно выдали их замуж. То есть дали им образование, воспитание должное. И сложилась их судьба. Да, сложилось. Все произошло великолепно. Девочки, опять же, Пушкин присутствует везде. Он с этими девочками играл здесь, здесь в веземах. И как обидно, что наш музей всего лишь ему 30 лет. Почему? Упустили, упустили. И раньше мы не знали об этом. Сколько, сколько вынесли в потенциал нашего великого поэта князья Голицына. Я уже повторяюсь еще раз. Наталья Петровна про образ Пиковой дамы. Борис Владимирович про образ Ленского. И так далее. Здесь можно разговаривать бесконечно. Кроме Евгения Онегина, после смерти князя Пушкина еще в своих произведениях вспоминал, что-нибудь описывал из воспоминаний. Воспоминания, ну конечно, конечно, после смерти. Во-первых, Пушкин стал потом уже знаменитым поэтом. А все начинается в детстве. В детстве. Он впитал описание нашего замка, нашего дворца, в котором жили Голицыны. Для него, наверное, в детстве он оказался дворцом. Конечно, нет, это и есть дворец. Есть дворец, но для маленького. После коронации здесь присутствовал Павел I. После этого эта усадьба стала называться дворцом. Описывается в Дубровском. Описывается в барышней крестьянке. И любое произведение Пушкина взять, везде прописываются наши листа Захарова и Везема. Вот видите, мы читаем и даже не подразумеваем, что это у него есть какой-то сложившийся образ. И это описание не просто из головы, а это именно из детства, из того, что он видел. И трагедия Бориса Годуна. Тоже, да, использует он? Да, использует обязательно. Перечитайте, кстати, всем. Хочется, захотелось перечитать. Я обязательно приехать к нам, и вы узнаете все эти места. Не зря, говорит, Пушкин наш и все. И все закладывается в детстве. Если бы не бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, мне кажется, не было бы такого гениального поэта, кем стал наш Александр Сергеевич Пушкин. И вот ее родственники, ее родственники князья Голицыны. Очень интересная история, очень интересная информация. Спасибо вам большое. Ну, а мы прощаемся с вами. Ждем новых встреч в других залах этого замечательного музея, в других музейных комплексах нашего Одинцовского округа. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok